У каждого мастера свое орудие. У одних это кисть, у других – перо, у этих виртуозов – баллончики. Первый межрегиональный фестиваль граффити в пятницу стартовал в Иванове. В качестве полотна участникам предоставили бетонные стены молодежного центра. Оценивать работу будет известный в России райтер Макс-13. Он, кстати, тоже написал абстрактный портрет. Естественно, не в рамках конкурса. Вообще я оцениваю работы обычно по нескольким параметрам. Это композиция, цвет, ну вообще работа с пластической стороны, оценить работу. Как люди чувствуют пластику. И вообще навыки какие-то профессиональные уже. С баллончиками 23 участника из разных городов и регионов. Первым этапом фестиваля был отбор эскизов. Самые оригинальные, необычные теперь украшают стены молодежного центра. Смотрели, да, по симпатии. Если как обычный обыватель, да, по симпатии. А Макс, он уже судил по критериям, которые у них используются в граффити. То есть от того, какая сложность рисунка, как выполнен рисунок. То есть исходил из этого. Владислав участник из Иваново. В качестве своего конкурсного рисунка он выбрал изображение хаски. На такую собачью морду уйдет порядка шести баллончиков краски. В однотонном, на первый взгляд, рисунке 12 разных цветов. Для начала мы изготавливаем, естественно, эскиз. Потом мы делаем, то есть, вот здесь был конкурс. Потому что сначала был конкурс, проходили сами эскизы. А потом, кто прошел по своим эскизам, тот рисовал уже точно с теней именно этот эскиз, который я скидываю. Ну а так вот в повседневной жизни, когда просто рисуем, ну и бывает просто сразу на стене рисуем. И так даже проще иногда бывает, чем с эскиза. Если бы на конкурсе вручали приз зрительских симпатий, то достался бы он райтеру, который изобразил этих ярких и жизнеутверждающих рыб. Большинству из тех, кто заходил во двор молодежного центра понаблюдать за работой, нравился именно этот сочный рисунок. Однако решать Максу 13. В его компетенции и справедливости не сомневается ни один участник. В фестивале будет пять победителей. Двое получат утешительные призы, трое разделят бронзу, серебро и золото. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.